привет ребята сейчас секунду я сосредоточусь я ребята в путешествии еду я сейчас из нового уренгоя в салихард так до салихарда у меня осталось примерно где-то триста семьдесят триста восемьдесят километров и насколько я понимаю я еду по новой трассе которую сделали между этими городами по моему в 2021 году сделали я еду весной март 2022 может быть кому-то нужно будет посмотреть трассу еду ей я по ней первый раз жизни насколько я знаю что как бы от нового уренгоя вот она идет асфальтовая да она такая идет а потом где-то должна перейти в грунтовку насколько я тоже знаю что трассу прокладывали по вечной мерзлоте вечная мерзлота штука непостоянная ну по крайней мере когда трассу сделали очень этим как бы хвастались и гордились потому что раньше до салихарда автомобильного сообщения не было я тоже в восторге что ее сделали потому что перелетом я бы в салихард не полетела а вот прокатиться и побывать в этом городе хотелось вот я качусь и надеюсь что побываю значит насколько я поняла минусы этой трассы во первых что она не вся асфальтовая это раз что есть кусочек грунтовки причем кусок довольно большой где-то 300 400 километров по крайней мере по описанию других водителей и что как бы создавалась она с помпой это трасса до очень широко освещалась в прессе и везде что вот наконец-то она сделана но сделали в общем то не так как надо трассу все повело ну как бы наверное повело то есть смотрите я сейчас еду асфальт вроде бы как бы лежит но если вот вы сейчас по видео видите чуете а я еще вживую это сильнее чую нас прямо вверх вниз вверх вниз покачивает то есть действительно трасса вся в волнах как будто знаете реально по волнам едешь плывешь но много есть кусочков но не то что разбитых но кусочков где мы пересекаем видимо какие-то ручейки какой трактор хорошо уступил мне дорогу эти скажем ему спасибо так вот где есть какие-то ручейки и там конечно уже появляется разбитость то есть из-за разницы видимо температуры спарение воды может быть из-за этого вот тот кусочек который сделали грунтовый вроде как речь шла о том специально сделали грунтовый чтобы посмотреть как себя дорога поведет в условиях этой вечной мерзлоты что с ней будет происходить и потом уже положить окончательный асфальт ну возможно но еще раз говорю читала уже как бы критику водителей что дорогой похвастались но пользоваться ей сложно слышала также отзывы местных на тему того что в салихарде открылись какие-то такие всеобщие сети типа магнитной пятерочки не знаю какая точная люби вместе и очень они возмущены сети в смысле потому что доставка то у них идет автотранспорта а проехать их автотранспорт толком не может ну или наверно может но слишком долго да если меня маленькую машинку так кидают а у меня как бы я небольшая да у меня лада калина то есть машина не длинная да и по кочке по кочкам в ней по ней по кочкам на ней легче ехать чем например на какой-то длинной машине но если ее так подкидывает вверх-вниз то как же подкидывает бедненькие грузовики еще что касается этой дороги ну вот можете пока смотреть да как она выглядит тоже рассказывали что вроде бы как совсем нет транспорта зимой ехать страшно то есть можно в общем-то замерзнуть то есть если с машиной что-то произойдет помочь будет некому я зимой побоялась ехать я еду весной сейчас середина марта сейчас погодите обгоним грузовичок гоним грузовичок станем на свой ряд то есть середина марта сейчас не холодно сейчас минус 7 и я все посмотрю если машины на трассе машина на трассе есть то есть не так уж и много но идут постоянные в ту и в другую сторону если взять сравнение трасса сургут новоуренгой там конечно намного больше то есть там постоянно идут автомобили постоянно идут машины причем идет очень-очень много грузовиков здесь мне больше встречается легковушки вот этот грузовик который мы только что обогнали в принципе он один из немногих кто попался по пути ну в целом по моему я все рассказала трассу мы посмотрели пока ехали осталось 370 километров до салихарда то есть мы проехали где-то 20 10 20 километров не знаю сколько пока асфальт до салихарда осталось 370 километров где-то наверное скоро начнется грунтовка я думаю что она начнется где-то после надыма до надыма не знаю тоже сколько но предполагаю что осталось наверное километров 20 30 потом попробую еще подписать итак трасса новоуренгой салихард пока пока